Воскресные школы Воскресные школы Образовательные учреждения Это воспитательные учреждения Или это и то и другое И они Свои программы образовательные В первую очередь составляют По уже устаревшему Как многие говорят Учебнику Слободского По закону Божьему Или по каким-то другим источникам На самом деле устарел ли Учебник Партерия Слободского Как вы считаете? Давайте ответим на такой вопрос А учебник ли это вообще? Или это просто методическое пособие Созданное В советское время для зарубежной церкви Для нужд эмигрантов Которые нуждались В крупицах знаний О православной вере И ответим на такой вопрос А что такое учебник? И из чего он нужен состоять? И под любой учебник Должна быть какая-то Образовательная программа Которую он реализует Вот учебник Серафима Слободского Хороший Учебное пособие Но как таковым Учебным пособием не является Хотя его многие используют Как учебное пособие Там много интересных фактов Из ветхозаветной Новозаветной истории Из основ православного богослужения Но зачастую эти данные Уже Не той формы подачи Для молодежи это неинтересно Атец Алексей У нас есть сюжет Как раз по этому поводу Я предлагаю посмотреть Сюжет об учебнике Новом учебнике Который создается И на некоторых приходах Уже даже создан Причем авторском совершенно И дальше мы обсудим Проблемы не только учебника Но и стандартизации В сфере образования Воскресной школы Давайте смотреть Что преподавать Воскресной школы Известно, что закон Божий А как преподавать? По каким стандартам? И по учебникам каким? У отца Макария сообщение о том Что учебник протоиерея Серафима Слободского Дескать устарел Вызывает искреннее удивление На мой взгляд Учебник протоиерея Серафима Слободского Имеет неприходящее значение По той причине Что он является Рекомендуемой литературой Для поступающих В духовные учебные заведения По нему учатся Так или иначе Наше духовенство И в этой связи Преподавание И основ православной культуры И закона Божия Воскресных Церковно-приходских школ Должно строиться На основе Этой книги Богословская наука Нынче в моде Прихожане всех возрастов В школы при храмах Спешат Вот только научиться Там они хотят разного И поможет ли им В этом учебник Слободского Чтоб ребенок Приучался к порядку Чтоб знал Потому что В наше время От Бога отучали Нас не пускали А сейчас это надо Возобновлять Чтоб дети это знали И почитали А вот Людмила Брониславовна И внучку Воскресную школу повела И сама ходит Больше бы хотелось Чтобы люди Узнавали о вере Потому что Когда человек верит Он Даже дети Не совершают Никаких поступок У него сердце Открыто для любви Понимаете Самое главное Это любовь Коринфиану В Библии Написано 13 глава Которая вообще Ничем Именно Любовь Которая не требует Никаких обязательств От сердца Не так Любовь Которой что-то ждать Надо Научиться любви Хорошему поведению А чему еще И хотелось бы Чтобы другое поколение Оно уже имело Представление Действительно Настоящего Русского Образованного Человека Поэтому С удовольствием Повезу ребенка В воскресную школу И Дай Бог Чтобы Желающих родителей Было побольше А как же символ веры А священное писание Священное предание Как А может Те кто сегодня Идут в воскресные школы Все это уже знают А может Они просто еще не знают Что это Надо знать Отец Макарий Учебник Слободского Высоко ценит Но для своей школы Вместе с прихожанами Составил другое В основе Все тот же Слободской Но инноваций много Большое внимание Уделяется практическим знаниям Естественно Сюда Входит закон Божий Для самых маленьких Основы священной истории И уроки детского творчества Которые Можно В этом отношении проводить Это Рисунки Сотворения мира Сотворения человека Насаждение рая Двунадесятые праздники Крещение Рождество Пасха Все это Дети выполняют В рисунках И по различных поделках Так Нужен ли новый учебник По закону Божьему И новые методики Его преподавания Нужны Дарья Иванова Владимир Топоровский Для проекта Почему так Нужны или не нужны Отец Александр Ну я Совершенно не хотел бы выступать Как критик Учебника Или пособия Протерей Серафима Слободского Но тем не менее Отец Алексей Правильно заметил Что этот учебник Во многом Устарел И по подаче Материала И по языку Которому Написан К тому же Все таки Назвать Действительно Этот учебник Невозможно Это скорее всего Христоматильное Пособие Какое-то Справочное Для современного Ребенка Для человека Юного Или молодого Который приходит В церковь И пытается Откуда-то Получить знания О Боге и Церкви Особенно Это касается детей Морально Устаревший Учебник Протерей Серафима Слободского Подойдет Разве что Только взрослым Родителям Чтобы тех Опять-таки Уже своим языком Пересказывали И поясняли То, что они Сами прочитали То есть Как учебное пособие Как Христоматик Как справочный материал Уже для более взрослых Человек Это вполне подходит Ну А так Мне кажется Очень вы единодушны В отношении этого учебника Уважаемые гости В отличие от героя Сюжет Вот тогда учебник Какой он должен быть Что-то должен быть Я вот Хотел бы вспомнить Послание Святейшего Патриарха Кирилла Коль я уж являюсь Синодальным работником И В своей деятельности Мы Зачастую обращаемся К его поручениям Если мы вспомним Епархиальное собрание Города Москвы В 2010 году В конце его То как раз Патриарх и говорит Об Морально устаревшейся Учебника Серафима Слободского И о том Что необходимо Разработать новый Учебник По закону Божию Это слова Святейшего Патриарха Кирилла Ну апелляция Безукоризненно Конечно Кто ж поспорит Итак К учебнику новому Он должен включить В себя Первое Во-первых Тот же символ веры Нет Во-первых Это Не одна книга Наверное Не одна книга Это И нет И во-первых Это возрастная адаптированность Я считаю Что это не один учебник Это один учебник Для младшей группы детей И для страшной группы детей Опять же Когда мы говорим Об учебнике Закона Божия Мы говорим О стандартах Православного Религиозного образования То есть Воскресных школ Вот кстати О них-то и Закон Божий Должен реализовать Ту программу Которая будет заложена В стандартах Катетического образования Реализуемого Воскресных школ Она готова Эта программа Она готовится Сейчас рабочей группой То есть На стадии утверждения Отец Александр Сама эта программа Ну Коль скоро уже о ней речь Должна в себя включать Все-таки Что Какие составляющие Вот вы как практик Как преподаватель практик Мне предлагалось Посмотреть И ознакомиться С этой программой Какие-то Может быть Мысли высказать По этому поводу Ну Раз уж Как практика Теоретик Заявлен Скажу Что Действительно Я занимаюсь Больше 12 лет Преподаванием Закону Божьей Воскресной школе Православной гимназии И Наверное Как-то уже Связывая свою жизнь Больше С этой Сферой Деятельность Ну Помимо Естественно Священнослужения Тем не менее Что должно включаться Несомненно Основные понятия О Священном Писании О Ветхом Завете О Новом Завете О Богослужении О Церковном Устроении Устроении Храма Это все понятно И Вот в этом плане Стандарты разрабатываются Другое дело Что Какие сроки В каком объеме И При каких условиях Какая-то обязательная Или не обязательно Будет программа Или как рекомендуемая часть Будут ли это тесные рамки Которые будут пытаться Втиснуть все существующие Воскресные школы Или это будет достаточно Широкая дорога Предлагающая лишь Некоторые векторы направления Вектор движения работы Вот это важный вопрос Правильно ли я понимаю Что Новый учебник Это Ну как бы Немногим отличающийся По содержанию По схеме Наполнение От учебника Слободского Оно просто по-другому Не другое Что А другое как Я правильно понимаю Ну как изменить Православное вероучение Как изменить Историю церковную Если она В принципе одна и та же Но новая подача Более современная Мы понимаем Что предполагает Методическое подача Во-первых Мы начали говорить Из чего состоит Учебника Курс Закон Божий Это само учебное пособие Это методическое пособие Для учителя Как ему преподавать Закон Божий Это отдельная книга Нарадственных наглядных пособий К Закону Божию Это Иллюстрации Да Это Вот к методическим Разработкам Еще относятся Различные кроссфорды Для детей Там рисовалки Опять же На библейские Религиозные темы Чтобы Вот как раз У младших детей Развивать и моторику И некоторые Такие познавательные способности Мне кажется Это очень полезно А в законе Божьего Слободского Того нет Точно С чего-чего кроссфорда И плюс Медиаприложение Готовится к закону Божию К этому учебнику Где можно было бы На компьютере Посмотреть А как что Даже есть такая идея Разработать Интернет-сайт Курса Закон Божий Но это только проект Он пока не входит В наш Как бы проект Курса Закон Божий Но как Интересный момент Отец Александр Вы преподавали И столько лет Преподаете закон Божий Это авторский курс Это вот Совместный курс С кем-то Как вы его Стоит? Ну изначально Все шло Как действительно И в сюжете Было указано Все шло По закону Божьему Серафиму Слободского И Сам учился Я по нему И в какой-нибудь Да И вступительный экзамен Действительно Задавались В объеме Протерей Серафима Слободского И постепенно Общаясь Преподавая Эту дисциплину Менялись дети Менялись поколения Дети становились Немножко Другого плана И Психологическое И Восприятие Совершенно по-другому Все это Даже за несколько лет Дети очень меняются И это заметно Чем больше Входит В наш мир Разные Гаджеты Тем ребенок Больше ориентирован На этот момент И ему уже Обычный Черно-белый текст Пусть даже С прорезями С красивыми Не устраивает Ему нужно Какое-то Восприятие Восприятие другое И со временем Я изменил И в основном Сейчас это авторская Программа Авторский учебник Авторские наработки Которые Ну, наверное Если Господь благословит Отчасти найдут И даже во многом Найдут отображение В будущем проекте Я хотел бы добавить Вот Может быть даже реплику К отцу Макаре Да Мы ведь все-таки В воскресной школе Не готовим семинаристов Для поступления к семинарии Мы В воскресной школе Пытаемся людей Во церкови Заинтересовать Чтобы они остались Активными Делателями церковными Да, миссионерами Социальными работами В воскресной На приходах Вот совершенно Замечательный посыл Поцерковить Переобщить Заинтересовать А для этого Необходимо Так Необходимо Заявление о выдаче Лицензии Устав Церковно-приходской Воскресной школы Ну, наверное Штатное расписание Справка о кадром Обеспечении Тут вот 23 пункта Это как разноименование Документов Которые необходимы При заявлении на лицензию Это все необходимые Стоп Есть два разных момента Первое Это воскресная школа Работающая В рамках прихода Не имеющая статуса Юридического лица Не имеющая статуса Образования Дополнительного Образования То есть Учреждения Долгообразования Как вот Раньше Дом пионеров были А есть просто А есть школа Имеющая статус Юрлица Где необходим Вот данный набор документов Есть такие воскресные школы Не при храмах Хоть одну назовите мне Вот я знаю Что есть так называемый Тамбовский опыт Да Вот Вот Это на самом деле Извлечение оттуда Из инструкции Тамбовского Когда воскресные школы Приобретали статус Учреждения Допобразования Имели отдельное Юридическое лицо И По сути Являясь воскресными школами Были Досугыми центрами И соответственно Диплом должны Они были выдавать Да Да Отец Александр Нужно это для воскресной школы Вот так вот Положа руку на сердце Для христианской Христианское воспитание Для воцерковления Нужна ли лицензия Дипломчик этот нужен Вот После воскресной школы Ну В нашей школе Дипломчик выдается В любом случае В окончании воскресной школы Полного курса Это наверное Даже нужно Не столько для нас Сколько для ребенка То есть какое-то Психологическое ощущение Что Какой-то Этап жизни прошел И вот есть Документ подтверждающий Что Я не просто Да Не просто сидел где-то А есть что-то К чему я Как минимум стремился Это присутствует Наверное это правильно Потому что Сейчас Ребенку нужно Ведеть какую-то цель Какой-то конечный результат Не просто Вхождение На бесконечное собеседование Чем к сожалению Во многом страдают Современные воскресные школы То есть это просто Встречи Собрались Побеседовали И с года в год Практически одно и то же Кто-то уходит Кто-то приходит Здесь должна быть Чем поддержу И в то же время Может быть Немножко Выскажу Некое опасение Социум Алексеев Поддержу В том плане Что должна быть Форма Определенная И четко Представляемая То есть люди Которые занимаются Будь то Образованием Воскресной школе Будь то В православных гимназиях Они должны Иметь четко Представление А и Б Что сначала Что потом И какая перспектива Развития С другой стороны Для всех Для школ Нужна такая аккредитация Или только для более-менее крупных Вот это большой вопрос Такой вот подход К воскресным школам Он предполагает И наверное Систему оценивания Знаний И прочее Оценивание Знаний педагогов Несомненно Скажу Ну педагоги Да Их уровень должен быть Их аттестация Что касается Оценивания детей У меня тоже был Небольшой Но был опыт Преподавания В воскресной школе Я знаю Что такое Попытаться оценивать Детей В воскресной школе Сразу Аналогия С школой Обычной Сразу Дух Вот этого Приобщения Благоговения Перед этим Новым знанием Моментально Все уходит Сразу воспринимается Все только Информативно Только казенщина Какая-то появляется Я этого испугался И тогда Вот это было Десять лет назад Я отказался Просто отказался От всякого оценивания И формализма Может быть нужного Но отказался Не помешает ли это Сегодня Вот Введение А кто говорит Что будет Кто-то ставить Строгие оценочные рамки Ведь Современные Инновационные Образовательные Технологии Они предполагают Свободу творчества И свободу оценки Как бы Это не может быть Там только Пятибалльная система Да Это просто может быть Вручение диплома Или Благодарственное письмо Какое-то У нас Три оценки Пять Пять с минусом Четыре Замечательно Если тогда Примерно так Да И для ребенка Психологически Это нормально Ну и для преподавателя Если пять с минусом Это не совсем пять Но опять же Образовательные стандарты Для воскресной школы Они предполагают Минимальный образовательный Минимум Для Ну то есть Те знания Которые должны Были получить И он Необходимо Ему получить Конечно А оценка Простите Может быть Осуществляться В виде каких-то Конкурсов Олимпиад Примерно представляется Уровень Чтобы как-то Поощрять Детей И примерно Представляется Уровень Преподавания В воскресной школе В той или иной Как дети выступили Не дети оценили А преподаватели Мне понравилось Что в древолюционных школах Вручали после окончания Евангелия Да Вот лучший Лучший диплом Да Лучшее свидетельство Вот того Вот на самом-то деле Стандарты И всякий подход К стандартизированию Всякие попытки Вот так как-то Облечь какую-то форму Придать Какую-то Какую-то правильность Ему этому процессу В образовании В воскресных школах Они Несоединенно Нужны сейчас Но Они должны Наверное Вырабатываться С таким расчетом Чтобы сохранить Вот эту вот живость Творческое начало Несомненно должно быть Творчество Веры Чтобы оно не погубилось Да Да Вот это очень важно И при этом Разработка Разработка сегодня Стандартов В образовании В воскресных школах Проводится Кем Как И С какой целью На каких основаниях На самом деле Ну проводится Синодельным отделом Соответственно Сектором Православного образования Авторской группы С другой стороны Для чего это нужно Необходимо выстроить Некоторую Образовательную вертикаль Это Синодальный араик То есть отдел Релизного образования Ихитляции Епархиальный араик И школы Для того чтобы Выстроить Единое Образовательное пространство Те знания Которые Преподаются В школах Должны быть В принципе Одинаковые Подходы Может быть Разные Это может быть И скаутский центр Это может быть И стандартная Православная школа Формы Как бы Энтузиасты Это все понятно На них все держится Но Опять же Стандарты Это не только Требования К процессу образовательному Но это К помещению К преподавателям Потому что Мы понимаем Что Кто сейчас Идет в воскресную школу Преподавать Ну Наверное Уверение образования Не такой высокий Выпускники Духонных школ Институтов Нет В том числе Но там же денег Мало платят А люди К сожалению Живут и этим Ой Ну это Общественная нагрузка Должна быть Или если С этого жить Тогда Когда школа Приобретает Статус Духопроводования Учреждения То есть Некоторые Госфинансирования Это понимает Некоторый статус То есть Стаж идет У преподавателя Воскресной школы Это плюс Это некоторые Социальные гарантии Для преподавателя Воскресной школы Стандарты Также говорят О требованиях По помещению О том Что преподаватель Будет сертифицироваться Епархиальными Араик То есть Все это Говорит стандарты Это Единая структура Система Отец Александр Ну вы готовы Уже вот такой Перечень Вот всех Положений В себе Реализовывать У нас Поближе Знакомиться С перечнем Я вам передам С одной С другой стороны И кстати Правощитный закон Божий Он тоже Разрабатывается В том числе Синодальным Араик И я думаю Если он все-таки Разработается Нашим отделом То он получит Гриф К использованию По всей Канонической территории Русско-Православной Церкви То есть Как универсальные Учебники Для воскресных школ Внедрение Этих стандартов Внедрение Нового учебника Внедрение Каких-то новых Форм преподавания Оно предполагает Затраты Во первую очередь Педагогические Там не знаю Интеллектуальные И прочие затраты Самих преподавателей Директоров Воскресных школ Но это на самом деле Колоссальная перестройка Переформатирование Вот всего подхода Вы готовы к этому Отделиться Вот конкретно На вашем приходе В вашей школе Трудно Прямо однозначно Ответить Потому что Действительно Требуется Очень много сил И очень много По многим По многим направлениям Придется работать Совершенно с новыми Ориентирами С другой стороны Чтобы Процесс развивался И жил Новая кровь Новые какие-то силы Должны возникнуть И еще один момент Что Наверное Больше всего Пугает Обычных рядовых Преподавателей Воскресных школ Директоров Воскресных школ Это не Вытеснят ли Вот эти требования И строгие стандарты На обочину Не такие крупные Воскресные школы Например Которые Валерий Купинал Или какие-то При крупных храмах Не Потеряет ли Вообще Жизнеспособность Такого рода Еще Не способны Ответить на Вот на эти Предложенные требования Воскресной школы Или приходы Приходы во многом Особенно периферийные Или где-то В глубинках Они Дай бог Имеют один класс А то и в храмах Занимаются Понимаете И сразу Предложить им требования И стандарты По помещениям По преподавателям А вы должны соответствовать Да Где там батюшка и матча Давайте сделаем так Есть цель К которой мы должны С вами стремиться А если не будет цели То к чему стремиться Согласны Не будет развития Если стандарты Это как некая Очень высокая планка Которую мы стремимся И пытаемся достигнуть То это не такая уж и высокая То есть стандарты Отец Алексей Правильно ли Мы вас понимаем Теперь с отцом Александром Стандарты Это не обязанность Стандарты Это право Мы имеем право К ним стремиться Но мы не обязаны Нет Если вы хотите Назоваться Воскресной школой То вы должны Им соответствовать Ах так все таки должны Ах Да Надеюсь Я считаю что Опять таки Выскажу Что стандарты Это будет все таки Некий минимум Это не максимум Требований А минимум Который вполне реально Ну никто же не будет Закрывать Те воскресные школы Которые уже существуют Просто они не будут Наверное иметь статуса Какой-то Да Некоторые другое Более легальный статус Ну с точки зрения Конечно Под открытым небом Миссионерские даже Центры оправданы Как благочинические школы Или епархиальная школа Оправданы И это мне кажется Идеально На ваш взгляд Отец Александр Опыт Тамбовский Оправдан Несомненно С другой стороны Опять таки еще Повторю свою мысль о том Что многие школы Особенно То что касается Глубинных Периферийных Никаких Вряд ли смогут Соответствовать Тем стандартам Которые Глубинки конечно Будет тяжело реализовать Я согласен Как планируете Дотянуться до глубинки Есть уже Финансирование Простите Нет финансирования На реализацию Тоже строительство Надо строить Помещения Учебные центры Дотянетесь Или пока это проблема Понимаете Проблема даже до епархии Дотянуться Из синодального отдела А уж не говорят Не говорят о глубинке Потому что нужно Выставить вертикаль Которой сейчас нет Я желаю удачи Вам в выстраивании Этой вертикали Как представители Синодального отдела А вам отец Александр В реализации тех программ Которые создает Синодальный отдел Спасибо за участие в программе Спасибо До свидания Напомню нашим телезрителям Гостями студии В проекте Почему так Сегодня были Специалист по воскресным школам Синодального отдела Религиозного образования Катехизации Иерей Алексей Алексеев И клирик храма Преподобного Серафима Саровского В Кунцеве Директора воскресной школы Иерей Александр Нарушев Спасибо, что были с нами Ровно через неделю Мы встретимся в этой студии С очередной темой Для программы И новыми гостями Давайте дождемся До свидания Редактор субтитров А.Семкин